Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем прохождение Total War Warhammer, компания заорков на максимальном уровне сложности. В предыдущей серии Мактерпельс крушительное поражение, когда атаковали столицу гномов, там у них была и фулстяковая армия, и фулстяковый гарнизон, с очень большим количеством элитных отрядов. У нас элиты было мало, были средние войска и войска начального уровня. У нас было три армии, у них, считайте, две. Мы проиграли. И сейчас гномы идут в контратаку. Карагдрон, их город с армии, планирует теоретически напасть на Железную Скалу, я думаю. Барак, Давазбак, Варенкийские холмы рано или поздно у нас также падут. У нас есть союз с вами с глазочесами, которые бродят по территории гномов и всячески им здесь гадят. Это надо использовать в своих целях. Мы набираем в Черном Утесе дополнительные войска. Есть один плюс того, что наши армии всякого дерьменца погибли. Сейчас мы сможем нанять уже нормальные отряды четких пацанов, необычных пацанов, которые, как крестьяне, тут же разбегаются с ученическим боевым духом. Малейшие нажимы, они побежали. У гномов, у всех отрядов боевой дух выше, плюс усиление компа за счет сложности. Надо будет собрать, я думаю, здесь одну армию точно. Насчет второй пока не знаю. Посмотрим, как будут действовать гномы дальше. Среди технологий мне, по сути, ничего не нужно из того, что здесь предлагают. Какие-то бесполезные технологии. Рев черных орков. Черные орки не терпят трусости. Но мне не нужно именно для черных орков дисциплина плюс пять. Написано, что для всех, но технология рев черных орков. Ладно, давайте изучим ее. Все остальные вообще нам не нужны. Есть тут у нас перк второго командира. Давайте гигантского паука дадим. Кромсала кореш Карлов. Карл украл кораллы. Клара украла кларнет. И гномы сразу же атакуют. Конечно же, он грим, железный кулак. Какого хрена тебе здесь надо? И у нас минус еще один город с самого начала. Кто-то уже покирает плотные ручонки и говорит, что все, крестоносец, расцелился, да и нищие. Вот уж я напишу в комментариях все, что думаю. Нам предлагают, в общем... Чтоб он нам помог с гномами. В итоге он нам ни хрена не помог. Деньги отдали просто так. И теперь еще и вступаем на стороне глазочеса. Потому что они сильнее. Нужная засада. Ну, не стали разрушать гномы и занимать наше поселение. Заключен мир Карак Норн, Карак Хирн. А они просто от него отошли. Ремонтировать смысла здесь ничего нет. Они опять тут же набросятся. Собираем дальше войска. Что нам еще остается делать? Ждем, пока у нас в Черном Утесе главное здание улучшится. Что у нас здесь в Скорбе Валайи? Восстание будет не скоро. Мы можем построить здесь еще и кучу блестяшек. Никакой будет облом у товарищей, которая думает, что крестоносец сольется. Потом будут рыдать. Рыдать, биться головой об стенку. Как же так? Читер. Он что-то здесь намутил. Это же был слив. Он слив все свои войска. Все свои города. Как так? Я же так не могу. Так, у нас в Скорбе Валайи настроился дополнительный гарнизон. Орочи-старожка. Хижина вожака. Тем не менее, все равно у нас минус 4. Минус 4. Отрицательный эффект. Надо больше городов захватывать. И, соответственно, объединять все это в единый центр. Тогда общественный порядок восстановится. Строить еще хижину вожака, палатку вожака, шатер вожака. И, соответственно, общественный порядок наконец-то пойдет в плюс. Даже с армией в Черном Утесе у нас минус 1 динамика. Это просто капец. Ну, здесь вот нету здания, которое дает эффект положительный на общественный порядок. Ну и плюс отрицательный за счет гномов Торгрима. На него вроде идут глазочесы. Может быть, кстати, смогут и зажать. Две армии, смотрите, его окружают. Но мы пока выходить не будем. Будем ждать дальше. Можем попытаться отремонтировать здание в Варенкийских холмах. Но здесь будет очень скоро восстание. И я не знаю... Так, сколько тут ремонт стоит? 500. Вряд ли мы сможем отбить с вами те средства, которые вложим. Да, считайте, тысячи выкинем просто так. Поэтому обойдемся пока без Варенкийских холмов. Мы не сможем горку держать. Пускай там лучше будет восстание. Пускай восставшие захватят его и отрежут нас от гномов. Тем более, видите, они опять снова идут. Кракозул, снова что-то им надо. 1380. Да вы что, охренели что ли совсем? У нас, правда, отношения улучшаются. Давайте дадим... Я не хочу, чтобы они нас напали сейчас с тыла. Лучше отдать им 1380, чем потом потерять города. Потерять войска. Мы потеряем гораздо больше. Собиратели черепов тем временем уничтожены. Замечательно. И 10 тысяч, которые мы им дали, уничтожены вместе с ними. Вот дебилы. Стание неминуемо. Пускай оно будет. И пускай, если гном не захватит город, оно отрежет нас от них. Два хода еще ждать. Сел. Торгрим. Каракдрон. Назад ушел, по крайней мере, с наших провинций. А глазачоса занимает, кстати, гору Сквигарок. Толпы Грунгни тоже разрушены. Карас, а Карактук остается у гномов в этих территориях. Но, тем не менее, у нас довольно хреновое соотношение сил относительно них. Смотрите, насколько все плохо. 5% у нас, 95% у них. Соответственно, Караказул примерно то же самое. Карахирна. Ну, в общем, у нас баланс сил просто отвратительный. 21-й. Мы почти на последнем месте сейчас находимся. Все хреново. Но это только пока. Дальше, когда у нас был черный орк и четкие пацаны, все будет четко. И вот восставший уже появляется. И, быть может, они сразу пойдут и в атаку. Потому что гарнизон в том городе был слабый. Так оно и происходит. И тут смысла рыпаться нет. Еще и не полный. Расчеты мы теряем. Разрушат они его или захватят? Не знаю. Но это не важно. Они его занимают. Великий Зеленый Пророк. Шаман Вурзак принес дурные вести. Он говорит, что горк и морк презирают вас. Надо что-то делать, чтобы вернуть их расположение. Покорность. Минус 4. Все провинции. Три хода. Ну, естественно. Конечно. Чтобы мог сомневаться. И, кстати, глазочесы уходят. А может быть, мы им дадим сейчас какую-нибудь цель. У нас с ним же был союз. Ну, допустим. Такая Торгрима лупит. Но они не хотят его лупить. Упорно просто. Вот просто не хотят. Вроде цель им дал. Все хорошо. Замечательно. Минус 2 у нас. Сразу же опять общественный порядок. Торгрим ушел. Но события нам добавляют позитива. Черный утес. Скоро придется уходить. Потому что эта армия что-то должна делать. Иначе снова начнутся беспорядки. Бардак. И потеря воинов. Да, спасибо, глазочесы. Вы просто охрененные союзники. Помогли так помогли. Ну, че. Здесь надо строить, мне кажется, дальше шатер вожака. Иначе мы не сможем удержать общественный порядок в этой провинции. Постоянно будут восстания. Минус 1 динамика. Но это из-за того, что военное присутствие возрастает. Давайте еще посидим один ход. Как у нас там восставшие-то поживают? Вроде набирают войска-то они. Может на гномов пойдут. То есть, это такая жировая прослойка нам не повредит. И вот здесь скоро у нас будет тоже восстание с вами. Прелестно. 54 тысячи в казне. 3 400 доход. Строим здесь гору блестяшек. Дальше развиваем. Но сразу город они не смогут взять. Все-таки гарнизон скорби Валая имеется. Какой-никакой. Но если восставшие накопят достаточно большое количество сил, то смогут на нас напасть и разнести. Самое главное, они очень долго могут держать скорбь Валая в осаде. Вторая армия будет нужна. Это теперь понятно уже окончательно. И бесповоротно. Отлично. Гномы глазочесов вышибают. Ну, это отлично в кавычках, конечно же. Правда, теряют. Теряют свои войска на это. Гнев богов. Рискнуть. Да будет так. Рост плюс 20. Покорность опять минус 3. Ну, давайте заплатим, чтобы покорность хоть восстановить. Иначе у нас совсем гигантские проблемы. Тут, да, очень скоро начнется восстание. Армия. Грингора сформирована. Весьма неплохая. Давайте в железную скалу садимся. Будем думать, куда атаковать дальше. Мне нужна вторая армия. Мне нужен еще один генерал. И давайте строим казарму черных орков. Донять лорда. Азмиравра плюс 15. Дисциплина плюс 2 в чужой земле. Самооборона героя. Тут какие-то герои-то все с положительными эффектами. Скорость уменьшенная, зато плюс 3 дисциплины. Наверное, вот крысь-жубодер. Наймем его. Засширенный аурой. Скороче, экстрасенс. Нанимаем войска. Ему побольше четких пацанов. Так, только не отсюда. Их надо нанимать. Нанимать их местных. Ну, армию дерьма не хотелось бы. Использовать. Нужна вторая хорошая армия. А, так. Ну, пока что, я думаю, хватит. А потом посмотрим. Они идут ли глазочесы к нашим... Ох, замечательно просто. Вы красавцы. Они захватили наш город. Варенкийские холмы. Наши союзнички. Ну, теперь только надежда на гномов. Что они, как бы, этот город захватят. Или хотя бы уничтожат его. Прекрасно. Глазочесы играют. Молодцы. Я в шоке. Следующий наш удар будет нанесен по, соответственно, значит, карак дрону. Больше нам идти пока некуда. Глазочес, надеюсь, использует этот город... С умом. А мы можем с ними заключить, в принципе, конфедерацию, как вариант. Тогда их армия перейдет нам. Но пока это, наверное, не самый удачный такой вариант. Чуть позже. Да, конфедерацию они готовы с нами заключить. Соответственно, мы объединимся и все эти территории перейдут под наш контроль. Че у вас там хоть в армии, там, да, войска. Ну, всякое дерьмецо имеется. Я хотел бы диких орков, но для этого надо захватить или в конфедерацию вступить, наверное, с дикими орками. Взлами на башке. Потому что так они недоступны. То ли надо их захватить, то ли надо с ними в конфедерацию вступить. Я, честно говоря, точно не знаю. Но то, что они недоступны в этой ветке, это 100%. Я посмотрел все здания. Там нету... Диких орков. Ни на вепрях, ни обычных рукопашников, пехотинцев. Делаем ход. Атаковать будем, Карак Дрон. А вам шучу надо. Эта фракция объявляет вам войну. Карак Хирн, зашибись. Какого хера. Через кучу провинций больше не нашли себе врагов. Обладая во врагах телей, они зачем-то нам объявили войну. Сейчас еще, подождите, и пограничное княжество нам объявит войну. Нет, они отказались. А глаза чёсые вроде как ступают. Прелестно. Комп решил меня дожать скриптами. У него ничего не получится. В любом случае, это все... Ему не поможет. О, в скорби Валайи у нас плюс один. Начинает пока что общественный порядок улучшаться. Но это только пока там события дают этот рост. А потом все пойдет опять по наклонной. Вот нафига мне все вот эти технологии нужны. Я ни троллей, ни великанов пока не использую. Тем более не использую никаких там волчьих наездников. Не бесполезно будет против гномов. С их-то броней их всех там перерубят за секунды. Если только нанимать войска, которые стрелков будут вязать, хотя бы не давая им стрелять. Глаза чёс. Ещё одна их армия откуда-то бежит, возвращается. Что ж, один ход до казарм чёрных орков. Надо бы здесь нанять ещё пацанов чётких. Естественно, всех чёрных орков я нанять не смогу. Ну, хотя бы вот три отряда будет нанято. Это уже хорошо. Попыток населения будет нескоро. И копить нам придётся аж до пятого уровня в этих провинциях, чтобы построить лагерь орды пятого поколения. Второй армии придётся вернуться и подавить, наверное, бунт ускорби Валая. Он будет, так или иначе, ходов через, я думаю, пять. Ходов через пять, плюс повстанцы будут собирать армию, прежде чем город осадить. Там есть гарнизон, есть стена, сразу они не пойдут в атаку. Нам придётся нанимать и уничтожать сначала карак дрон. Возьмём его под контроль. Одной армии останемся там. Второй армии пойдём отбивать восстание. Если припрутся ещё гнома со севера, это будет вообще печаль, тоска. Может быть, хаоситы им заинтересуются. Но чё-то как-то... Чё-то как-то не верится в это. Дисциплина плюс шесть. Полторы тысячи я тратить не буду. Рискнём гневом морслиба. Он, конечно, нам опять какую-нибудь подлянку подстроит. Тут у кромсала повышается ранг. Ну, за пределами зоны развертывания его лучше не размещать, потому что если его близко поставить к войскам... Вражеский. Опа-на! Опа-на, ребята! Вот это жесть! К нам зашли гости. В общем, короче, если его поставить за зоны развертывания, его сразу же убьют. Подземными ходами они идут к скорби Вала и не дай бог нападут эти войска на город. Посмотрите, сколько здесь пушек. Сколько здесь стрелков. Ну, у нас есть. Стена, есть гарнизон. Тем не менее, встречать такую орду придётся где-то в глубине города прячься за домами. Вы чё, решили на нас напасть? Не хватало ещё и с каракозулом воевать сейчас. Отношения у нас ухудшаются. Но денег они больше не требуют. Давать я им сам не буду. Что это, давалка, что ли? Чёрные орки нам доступны. Три хода строятся. Ёкарный матрас. Четыре хода нам придётся сидеть с вами, чтобы их нанять в итоге. Плохо. Кстати, Торгрим-то ушёл. И ушёл он глазочёсом. Хочет он ту армию грохнуть. У нас есть шанс им помочь. Но в одиночку справиться с ним я чё-то не уверен, что мы сможем. И не уверен, что мы сможем добраться до карак-дрона за это время. Гернизона там почти нет. Пока посидим здесь. Не будем совершать больше ошибок. Нам нужны две армии. Тем более, я не знаю, как ещё будет действовать карак-дрона. Да, он где-то глазочёсом им хана. О, там две армии подбегают и... Жесть. Полная жесть. Итак, морс-слип. Покорность минус 3. Рост минус 24. Хода железная скала. Прекрасно. Но у нас всё равно покорность растёт, потому что мы настроили строений. Очень много. Повышающий общественный порядок. Война Хаоса объявлена война с Каркасоном. Это меня совершенно, так сказать, не того этого. Не волнует. Мне надо, чтобы они объявили войну гномом. Строим лагерь вожака. И тут общественный порядок возрастает. Сопротивление скверних хаоса и куча разных полюшечек прибавляется. Заняли они Варенкийские холмы. Прелестные две армии здесь у них стоят. Зачёсы ничем не смогли здесь им как бы противостоять. Всё это очень и очень печально. Придётся брать, значит, Карагдрон и там держать уже оборону. Карадуны. Дипломатические отношения с фракцией Глазочёсы. Ну ладно, пускай вернут полторы тысячи. С Глазочёсами не хочу. Пока что ухудшать отношения. Война объявлена, Карагхирн, Карагнорн. Это радует. Гномы начали воевать друг с другом. Со всеми отношения дерьмовые. Возьмите, мессенджер. Нижний договор не хотят на них включать. Странные ублюдки. Самое хреновое, что мы теперь не видим, что делает основная армия гномов. Карагдрон-то мы можем занять, но если они сразу двумя атакуют, это будет... ...очень плохо. Давайте сделаем вот что. Пока мы делаем хост. Потом Гримгор пойдет на Карагдрон. Расчеты мы берем. А, вот они что делают. Они забирают... ...города Глазочёсов. Теперь Бараквар они атакуют. У нас есть шанс им помочь. Если мы нападем, то вроде там как гарнизон должен быть сильный в городе. Нет, Грючбэрр сделает это. Да нет, гарнизон говно. Ничем они нам не помогут. Ещё один ход нанимать этих чёрных орков. Выходим! Идём на Карагдрон, пока они отвлеклись. Это наш, так сказать, шанс. Следующим ходом пересаживаем из Чёрного Утёса в Железную Скалу войска. И у нас проблемы в скорби Валаи. Да, скоро будет восстание. Но мы его быстро подавим. Грючбэр Теряют они город. Посмотрим, как это реагирует на это. Расчет. Хреново, что здесь нет стены. Давайте мы его сначала разорим. Узнаем быстроты, получаем. И не достаем. Класс. Просто замечательно. Только следующим ходом сможем занять. Зато получили деньги. Деньги нам не помешают. Гноми-армия надо будет каким-то образом разбить. В Гримгора, может быть, появится Ваг, и тогда появится шанс. Тремя армиями напасть на вот две гномих и разнести их. Здесь, пока мы уходим под земными петлями, в Железную Скалу надо там сидеть ждать. Никто не сможет взять сейчас Черный Утес с таким количеством Черных Орков. Стрелячих пацанов, тролля, швырялки. Если здесь возник новостань, через два хода придется от Железной Скалы переместиться временно и разнести. Кстати, вот, что у нас делают товарищи. Я считаю, они поселение осаждают. Или нет? Да, поселение в осаде. Они осаждают восемь пиков Карака. Пошли они на кривой месяц. Карак-Азу. Долбаные гномы. Глазочесы, конечно, лошары. Если бы они проотковали бы Карак... А Дрон хотя бы смогли повредить бы армию Доргрима. Напали бы с двух сторон, могли бы уничтожить бы даже. А они взяли и пошли к горе Сквигаро. Которая армия вообще ушла, захватила Валенкийские холмы. Наш мятежный город. Останье неминуемо. Сквик-талисман. Че это? Один из наших командиров. Опять авторасчет. На сей раз мы просто оккупируем город. Жулик, трофей плюс 7% после битвы. Ну что, вакх-то будет у нас или не будет? Не будет, скорее всего. А жаль. Я бы не против. Вакха был бы сейчас. Доспехи. Дисциплину вкачаем. Гримгар, чтоб дольше стоял. Он, в принципе, стоит практически до конца всегда, но мало ли. Простоит еще дольше. Простоит до своей гибели. Что мы здесь можем построить с вами? Объединили, наконец-то, провинцию и сейчас сможем издать эдик. Тот будем строить пока экономические здания, хотя с другой стороны мы можем... Так, а нет, мы не можем. Да, давайте с экономических начнем, потому что здесь нужно второй уровень, так сказать, возвести постройку главную, чтобы мы смогли возвести дальше гоблинскую стражевую башню. И потом уже получить не только гарнизон, но и стену. Так же, пока никуда не идем, глазочесы продолжают набирать войска. Может быть, и успеют к Торгриму, но я помогать им не буду, ибо меня атакуют сзади пять армий гномов. Тут у нас возникнет восстание, можно, в принципе, тихонько туда идти, чтобы его следующим ходом разбить. Издаем указ. Приказываю. Долю вымогаемых средств увеличить на 5%. Деньги нам нужны. Устяшки для орков очень важны. Растание. Кто же сомневался в этом? У нас тут низкая воинственность у армии, вот как раз мы ее и повысим. Сейчас разбив вот этих вот товарищей. Сидим. Сидим пленных, достаем лидер, достаем, вроде. Уничтожаем и опять ездим. Камень удачи, сопротивление физическому урону плюс 10%. И да, воинственность у нас повышается. Следующим ходом не должны войска потерять своих... Членов. Плюс 5, общественный порядок. Ну опять, это только пока. Надо бы, может быть, посидеть и в этом городе. Посмотрим, если гномы на нас не пойдут к железной скале. Может и посидим, повысим хотя бы несколько ходов общественный порядок. Куда-то пошли глазочесы. Двумя отрядами зачем-то побрели. Сейчас гномы их разобьют. А вот их лукстяк в армии еще нанимается. Технологии следующие изучаем. Давайте скорость волчьих наездников. Третья бы армия сейчас очень не помешала. О, кстати, они что-то не заняли город. Разорили и ушли. Вот видите, что гномы творят с орками. Они просто подбегают и просто их выносят. Ваку у Кривого Месяца. Горка или морг? Я выбираю горка. Боевые потери грызжу Бодер. А как он потерял войска-то? Ёкарный матрас. Учитывая, что у него и так вовинственность повысилась. Значительно. Ну ладно, давайте посидим один ход, быстрее в городе установимся. Значительно повысим здесь общественный порядок. Может быть даже два хода посидим и дальше пойдем. Ходить-бродить. У нас очень хреновая экономика. Видите, всего 464 прирост. Поэтому ни о какой третьей армии здесь думать смысла пока нет. Да и конфедерацию создавать нельзя на данный момент. Надо вышибить сначала гномов из Варенкийских холмов. Короче, нет. Атака будет сейчас на Варенкийские холмы. У нас с двумя армиями. Сидеть мы долго не будем. Поведим их, получим вак, разобьем все окрестные города, заключим конфедерацию. Ну и, конечно же, блин, они возвращаются. Как почувствовали. Или они идут к Арагдрону. И дальше, 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 даже не знаю, что тут лучше будет сделать. Потом посмотрим. Опять пришел чувак со скверной хаоса. Посылаем его нахер. На сей раз, потому что у нас общественный порядок сейчас должен повышаться везде, нам восстания не нужны. Гору блестяшек производим. Тут что мы будем делать? Здесь мы будем делать дальше с вами сторожку. И сразу еще увеличиваем. В Карагдроне поселение. У гномов просто дохренища армия. Вот еще одна армия, плюс здесь две армии, плюс какой-то гарнизон в Варенкийских холмах есть. Разбить будет почти невозможно, если они вот так вдвоем и будут стоять. В любом случае, отсюда надо уходить. На полном газу. Сваливаем, плюс один, так, плюс три динамика здесь. Ну, нормально, еще она будет улучшаться. Улучшаться, минус 51, общий порядок. То есть восстание будет не скоро. Здесь вообще все хорошо, в Черном Утесе. Честный порядок. Замечательно идет вверх. Будем атаковать, будем. Выносите гномов, но надо, чтобы армия у них разделилась. Лучше бы они стояли бы у Бараквара. Заметались, заметались. Не знаю, что делать, куда бежать, куда податься. Забегали, запрыгали. О, Вак! Гримгор железношкура, отлично. Вот это хорошая новость. Проблема в том, что я хотел атаковать через гору их. А сейчас успеет ли Вак подойти, это тоже вопрос. И сколько мы сможем простоять, тоже вопрос. Давайте. Тогда пойдем через... В обход. Тремя армиями есть шанс уничтожить вот эти две, тем более у них одна неполная. 12 отрядов. Пытаемся, это шанс, это шанс ищет. Но у них еще одна бежит, третья. Третья армия бежит. Что вам надо, эй? О, мирный договор. Отлично. Шанс высокий. Сами били войну, дебилы, сами же предлагают мирный договор. Очень сильная казна у них. Шанс низкий. Шанс умеренный. Рискнули и за 1300 заключили с ними мирный договор. Прекрасно. Прекрасно. Они сели в столице, то есть не пошли на помощь своим армиям. И это делает... Опять же нам... Честь. Идем потихоньку к ним. Ваг сейчас подойдет и следующим ходом есть возможность их протковать. Так, мы видим войска. Здесь долгобороды. Долгобород с тяжелым оружием. Элита, забияк с тяжелым оружием. Автажир и пушка. Че там у Грима? Просто охрененное количество арты. Полно стрелков. Войск ближнего боя мало. Ну, все равно, с таким количеством артиллерии что-то надо будет делать. Че там у ВАК-то есть какие-нибудь... Отлично. Да, здесь есть, правда, лучники на волках. Гоблинские наездники. Вот мы их и направим с вами на их арту. Если с артой разберемся, то есть там уж у копашников у них... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они сами атакуют нас. Они сами нас атакуют вместе с ВАК-хам. Но атакуют тремя армиями. И шансы не в нашу пользу, к сожалению. Это, ребятки, полная жопа. И в подземных-то путях... В подземных-то путях... Мы не сможем их обойти. То есть их арта встанет сейчас единым фронтом и начнет палить по нам. Третья армия ВАК-ха, она будет бесполезной, потому что здесь гоблины и пацаны, они просто разбегутся. Давайте-ка мы отступим. Этот ублюдок атакует теперь Гримгора. Тремя армиями. Так, теперь атакуют еще и Грис-жубодер. Ой, дурак, куда ты убежал? Фу, ладно, хоть они разбежались. Теперь эти войны, наверное, не являют. Нет, им дары нужны. 1700 требует. Ладно. Мы 1300 содрали с одним гномом, даем 1700 другим гном. А они сейчас разошлись. Вот теперь они большую группу сделали, армия ВАК-ха уничтожена. Прекрасно. А если мы приняли бы бой, было бы еще хуже. Вот они, видите, разорвали свои силы. У них стоит не полностяк в армии, и вот наш шанс с вами разбить их. Они думают, что Примухой. А нет, не принимают. Он же ублюдок. Гномское отродье. Сейчас Примух. Че Торгрим? Пришел твой конец. Вторая армия хороша. Долгобородство с тяжелым оружием. Мы знаем, кто смотрел предыдущей серии, что гномы могут сделать с орками, просто пробить их в капусту. Шанс у нас больше. Процентов, наверное, 70 на второсчете, но в бою будет меньше. Поехали. Карта говно. Опять какие-то здесь леса есть. Сейчас гномы будут прятаться. Будут стоять до упора отстреливаться. Да, карта дерьмища. Крепление входит удачно у нас. Вот появляются уже гномы в лесу. Появляются их автожиры. Мы, конечно, можем их закидать нашими швырялками и вынудить их, короче, атаковать. Но вся проблема в том, что деревья нам сейчас будут мешать. Деревья. Лона природа нам сейчас помешает. Сюда вот выдвигать только швырялки. А тут надо расставиться очень так хорошо. 50 на 50 у нас шанс. Хотя у нас 1630, их 652. Но шансы у нас никакущие. Ненавижу гномов. Наверное, мое отношение к ним изменится только в коллективной компании, когда я за них буду играть сам дальше. Игморт приезжает с 17-го числа. Спрашивают, когда коллективка будет продолжена и когда Атил начнется. Ну, с 17-го или у 17-го. С 17-го он, я не знаю, во сколько приедет. То есть там надо разгрузить вещи будет, помыться, побриться. Не знаю, посидеть, чайку погонять. Будет он с 17-го играть, значит сыграем. Не будет, значит, ну, с 17-го продолжим. Атил начнем. Начинаем. Стоят нас швырялки. О, они сразу пошли, смотрите. Сразу зашевелились. Неужели атакуют? Неужели гномы настолько безумны, что пошли в атаку сразу? Соединяемся. Орки всех стран, соединяйтесь. Мне кажется, вряд ли они в атаку идут. Тажиры что-то здесь разведывают, разнюхивают. Вторая их армия вышла. 3200, так, на 1400. Ну, у нас двуекратное преимущество, но это ни о чем не говорит. И 55% шанс на победу. А на авторасчете было 70. Если бы мы авторасчитали, никаких проблем бы не было. Сейчас швырялки достанут по ним, и вот начинается огонь. А наши войска находятся в низине, и их арта панам вообще пока не достает. Не говори про меня! Стрелячих пацанов вперед. Швырялки сейчас тоже расставим. Я думаю, что надо оставить их вот здесь. Пускай они накидывают им бочины. По нам уже долбят. Их артиллерия. Ну, и идет своеобразный размен. Пока устраиваемся, потом будем уже выходить на поле дальше. Таковы наши шансы на победу. Делайте ставку. Карапузы бегут. Карапузы получают. Стреляем в толку. Деревья мешают. Не перед швырялками, так дальше. Крещины не пролетают. Но попадание фиксируется, тем не менее. Чем бы прикрыть бы наши швырялки, а то их тут... Четкими пацанами. Можно, в принципе, поставить пару отрядов четких пацанов за ними. Муков. Ввести. Что-то вы как-то, чуваки, страну стали. Вы не находите? От этого боя очень много зависит. Если мы побеждаем, можно будет пару ходов восстановиться и напасть на Торгрима. Разбить его, и у гномов, считайте, ничего нет. Потом можно заключать конфедерацию и атаковать их столицу. Собирать войска для решительной битвы. Поэтому они тоже не спешат. Стрел, тем не менее, по ним уже идет вовсю. Так. Выходим вперед. Пора выстраиваться уже непосредственно для боя. Ну и все оставшуюся уручу армию мы сейчас также присоединим. Пока вот таким макаром расставив их. И ждем дальше. Ждем, пока закончится перестрелка. Командиру всех в одно место. Сюда уставим. Пока идет перестрелка, все нормально. У нас арты полновской отрабатывают. Чем больше мы их перестреляем, тем меньше придется потом долбиться в копаж. Торгрима-то неубежим. Постоянно в своем унитазе передвигается. Торгрима мы оставим для Гримгора. Осталь, старый счет. Неплохо. Под перекрестным огнем они здесь охватывают. Давайте по долгобородам постреляем. Торгрима! 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 Ну, они стоят, стоят. Идет взаимная перестрелка. Пока тоже стоим и ждем. Кто кого перестоит. Кстати, у меня, по-моему, что-то от снарядов следы отключены в параметрах. Так, следы снарядов, да нет, стоят. Что-то я не вижу, как они вообще летят. Я вижу, что только летят гречены, а следов от снарядов нету. И спрашивают меня, кстати, на каких я настройках играю. Все у меня стоит на максимум, как стояло. Но вот вертикалка у меня выключена. Она включена в системе, в самой, в драйвере. Вот, все остальные настройки на максимум. 11-й директ, 2D-иконки стоят. Сглаживание я не включаю, потому что оно и так в игре нормальное. Мы не увидим на записи улучшения от этих вот дополнительных настроек. Зато производительность просядет раза в 2-3. Это так, чисто для понта включать, если у вас там видеокарта уровня... 980А или 1000. 880 на GTX. И то, говорят, на них просаживается тоже раз в 2 смысла этими фпс-ами жертвовать, когда никакой разницы визуально практически не видно. Что здесь сглаживание? Ну, ты так, все модели сглаживают по максимуму. Тем более, сглаживание по умолчанию включено, опять же, в драйвере у меня. Дополнительно включать не стоит. Ну, гномы делают СУСО, у них постепенно шансы уменьшаются. Как и количество войск. Уже эти стрелялки 200 штук настреляли. Швырялки. Продолжаем вести обстрел. Очень интересное занятие. Стреляют они, кстати, по их пушкам. Выносят конкурирующий, так сказать, арт. Давайте постреляем по еще одному расчету. А потом уже можно сконцентрироваться будет и на войсках. Этот бой можно выиграть с нормальными потерями. Я, конечно, не питаю иллюзией, что мы победим бескровно. Все равно они будут. У нас уже отряд. Кстати, черных орков они выносят. Вот ублюдки. Моих пушки, они наших черных орков. Вот видите, следов от снарядов нет. В общем-то ни от их, ни от наших. Хотя они в их чуть-чуть. Опять какой-то баг. Ну, от их пушек, да. Может быть, кстати, и от этих швырялок. Они, кстати, не гречиным кидаются в камнях. Это катапульта крылатого рока кидается гречиным. В общем, нет от орочек. Швырялок следов. Будет гримгора на них сагрить. И они пойдут на нас. Можно попытаться что-нибудь намутить с магией. Хотя нет, тут у нас слабый шаман. Стреляем, стреляем. Выпиливаем их. Основные отряды у них вон уже долгобороды колеблются. Замечательно. Кидали бы тупым гномом. Боятся в атаку не идут. Баланс сил не в их пользу. Стоят. Рассчитывают на свою арту. Да, у них на кровью залита. Хороший и мощный залп. Артиллерию поправили. Она стала гораздо лучше, чем была до патча. Я, конечно, не знаю насчет орков. Но у гномов и у империи я поиграл в сражениях. Она реально стала дамажить. Дамажить сильно. Где же автожиры, которые были бесполезны? Это они не хотят патковать. Они просто расстреливают. Гримгора, но они идут в атаку. Выношу их в тяжелые отряды. Бью в самую кучу. И закончились у нас снаряды. В одной из швырялок. Скоро, кстати, и у двух других тоже закончится. Но это все фигня. Закончится. Пойдем в атаку, значит, обычной стрелками-рукопашниками. Можно увеличить скорость. Чуть-чуть. Чтобы быстрее расстреляли их. Сколько гнома тяжелой пехоты потеряли. Жесть. Так, вот, но еще закончились. Делаем нормальную скорость. И, в принципе, я думаю, пора идти в атаку. Пора, турист. У них пушки все еще стреляют. И пока у них не закончится боеприпас, по-моему, отковать они не намерены. Что мы делаем? Мы подходим вот таким вот макаром. И начинаем струблять. И подводим сюда всю нашу армаду остальную. Чтобы они зашевелились. Надо немного более аккуратно поставить. И так, близко подводить. Вперед надо пропустить обычных ворков. Стреляйте по автожиру. Пока идет перестрелка, дамаг в основном. Стрелки все принимают. Сейчас мы обойдем всеми остальными подразделениями. Ударим со всех сторон. Гномы все-таки дождались своего, дождались нашей атаки. Пошел этот настрел. Голубаный. Че, этих автожиров улучшенных, которые раньше были вообще бесполезны, а сейчас вполне себе имеют право на жизнь. Кримгор, давай, вперед. Всех командиру бросаем в бой. И уже войска бегут. Опять трусливая природа орков дает себе знать. Да сбейте вы этот автожир, вашу дивизию. Пошелд approve! Продолжилку до поставки. А hasta Definстроя не происходит. Соломэй, без контроль автожир, но и безопасные. Геномы бегут, но не все войска их убегают пока. Вижу у них Торгрима. Все, он бежит. И, к сожалению, опять его не догнать, скорее всего. Придется добивать на авторасчете. Первый напор гномы сдержали, но потом орки их захлестнули и просто снесли опять зеленой волной. Это был мой ответ. И гномам, и тем, кто решил, что крестоносец слился. Те, кто решил, что крестоносец слился, либо не знают крестоносца, либо ни хрена не понимают механики игры. А может быть и то, и то. Чем больше убьем, тем лучше, но мы очень многих не догоним. Здесь вот не хватает наездников на волках. Но создавать я их пока что не буду. Ибо мне важна рукопашная пехота больше, чем... Все эти ездовые товарищи. Против арты они будут, да, эффективны, против стрелков не особо, потому что они тоже у гномов бронированы. Моя цель это как можно быстрее сблизиться и навязать им ближний бой четким пацанами, черными орками и, в принципе, считайте, что... Бой выигран. Так, он в случае решительная победа. Потери были, ну, меньше, чем у гномов, это хорошо. Они потеряли почти все свои армии. Ну, долго стояли, перестреливались. В итоге перестрелки в этой проиграли. Так, я их съел. Минус одна армия, а вот вторая убежала. Прекрасно! У нас, кстати, Барак да Вазбак захватили узлы на башке, с которыми я не хочу очень воевать. И они захватили тот город, который я хочу занять. Но раньше я его занять не мог, потому что колонизация у меня отняла почти бы всю армию. И я бы не успел восстановиться, гномы бы просто наоборотковали бы раньше времени. Ну что, надо их добивать. До свидания. Минус две армии у гномов. И Димор. Общаем на здоровье. Кушаем и никого не слушаем. Вообще, у Димгора должен быть Ваг с лечим ходом, но я что-то не уверен, что он его получит. Восстанавливаемся и надо будет атаковать Варенкийские холмы. Это наш шанс. Один из немногих. Неврубэ. Что у нас произошло на Черном Утесе? Черный Утес. Налеты зверолюдов. Это что за... Стада хаоса пробудились. Зверолюды выходят из лесов и нападают на отдельное поселение, разрушая дома и угоняя жителей племен. А, плен, пардон. Какого хрена? У меня просто мысль даже сбилась. У меня здесь была стена, гарнизон. Какие нахер зверолюды еще? Что, издеваетесь что ли? Ну, правда, ремонт стоит копейки, но мы зато теряем кучу денег на ходе. Все здания чуть-чуть повреждены. Зверолюди, видать, их погрызли так и ушли спокойненько после того, как не смогли прогрызть. Что делать теперь с этими узлами на башке? Конфедерацию они заключать не хотят. И ушли. Нормально. Захватили и ушли. Если мы сейчас, конечно, захватим город, объявим войну, потом перемирие-то вряд ли они будут с нами заключать. Нам не хватало только еще проблем с орками. Кривого месяца 0 городов. Его столицу взяли. 8 пиков Карака. 0 городов. Чуть-чуть там есть что-то армия. У гномов 9 городов. Баланс сил все равно отрицательный. Даже после того, как мы их две армии разбили, все равно у них где-то еще есть войска. Войска Караказулы. Вообще 15 поселений и баланс не в нашу сторону. У нас уровень сил уже 5. А у хаоса второй. Пограничное княжество. Все их армии почти уничтожены. Это хорошо. Империя. У империи осталось 2 поселения. Прикиньте, 2 поселения. И все. И они будут уничтожены. И хаос их, скорее всего, добьет. Они воюют так, с варгами, со скеллингами, с вампирами и с хаосом. Да, это для них слив. У узлов на башке, кстати, осталось всего 4 поселения. И 18 уровень силы. Но конфедерации вообще не предложить. Даже такого пункта нету. Остальные они не хотят союза заключать. Если мы сейчас разобьем их, это будет хорошо. Но на Эдгорд я нападать не стану. То есть, надо сначала разобраться с гномом, а потом уже напасть на них. Ну, давайте тогда... Нет. Встанем лагерем. Встанем на вражеской территории. Получим немного денег. Быстрее установим войска. К римгором уже не встанешь. Он был на быстром марше, а я уже сделал ход на вражескую территорию. Придется ход восстанавливаться на своей. Карагдрон. Здесь один товарищ упорно писал, что... Крестоносец. Ты забыл там... Это в комментариях, я точно видел. Там же была шестеренка. Ты мог здесь построить... Чего-то там, что увеличивает, в общем, доход. Ну так вот, товарищ. Специально для тебя. Это верстак гоблина-мастера, а здесь у нас гоблин с колесопилкой. Она стоимость найма уменьшает на 20% для пехоты с копиями, с луками, а также колесниц зеленокожих. Дает дополнительный опыт для пехоты с копиями, с луками, а также для колесниц гоблинов. То есть то, что мне как раз нафиг не нужно. Вот. Поэтому мы будем строить здесь что-то другое. Может быть то, что... Ну, хотя рост здесь особо не нужен. У нас рост и так идет быстро. Все здания уже разные до третьего уровня. Да, не вижу смысла особого. Может быть что-то построить, связанное именно с орчьими пацанами на вепрях. Так, дальше. Четкие пацаны орков. На вепрях. Ну, давайте построим кабани хлев. Может быть пригодится. Быстрые отряды. Начинается бегать не агентами, а че-то побежал в нашу армию совершать. Этим деньги надо или войну решили объявить? Ведь хотят деньги 1700. Да вы оборзили. Но не настало время с ними конфликтовать. Лучше откупиться. Блокирование армии успех. Вах, вы шубадер. Отлично. Это вот хорошая новость. У нас есть, в принципе, кромсава кореш Карлов. Может быть он сможет с вражеским агентом разобраться. 38% шанс на успех. Так, конечно, неудача. Естественно. Естественно. У нас не все войска еще установлены. Переходим. Сюда встаем. Лагерем. Чуть-чуть увеличиваем доход. Надо восстановиться до конца. Вак мы можем, в принципе, послать на город. Говорят, что он вроде как атакует. Только мы этого не видим. Ну, естественно, он развалится. С другой стороны, в военкийских холмов нету стены. Можно было бы попытаться проатковать через ход. Давайте подождем. Надеюсь, он за ход не развалится. Снова бегают рядом с нашими землями. Караказул. Ну, вряд ли будут атаковать, пока мы им даем деньги. Зачем им это делать? Так, с боевой пыл увеличим. Дисциплина решается. В принципе, я готов. Смысл ждать здесь больше нет. Шансов никаких нет, как видите, если мы атакуем только одной армии Грима. Ну, здесь гарнизон, но он слабый. Но войска у него приличные. Особенно впечатляет количество арты. И Вак нам здесь поможет. Так, окружаем. Окружаем и подводим две оставшиеся армии. Проблема в том, что Вак сможет атаковать только через ход. Поэтому будем держать. Я надеюсь, они не выйдут в атаку сами. Да, шанс у них меньше, вряд ли они поедут в атаку. Держим их дальше в осаде. Технологии. Мы можем изучить только разведение вепрей. Доспехи для наездников и четких пацанов на вепрях. Ну, может пригодиться, потому что мы вроде как начали их. Сейчас. Изучать. Казар мы уже строим. Нет, убегают. Да, у нас. Караказул не пошли, они в атаку. Вы на башке чего-то требуют от нас. Чего вам надо? Опа-на. Они разорвали договорное нападение, заключенный с нами. То есть они хотят на нас напасть. Окей, после того, как мы разобьем гномов, мы сами на вас нападем. И у нас четвертая армия. Еще одна армия Вакха. Вы поглядите. Она не присоединится в этом бою, но поможет потом. О, какие у вас неприятности, чуваки. Ну что, разобьем Эунгрима. Может быть, серию на этом будем заканчивать потихоньку. Вперед. Карта хорошая. Леса нет. Особо высоких холмов я вроде тоже не вижу. Да, карта отличная. Как по мне. Вставляем наши швырялки. Полно у нас стрелков. Есть и опытные. Это из армии Вакха. Я даже не знаю. Здесь вот гоблинские волчьи наездники. Лучники. Ну, лучники, они будут бесполезны на волках. Их расстреляют те же самые пушки в легкую. Войска можно отодвинуться пока чуть дальше. Крепление у нас входит сбоку. Надо бы сразу атаковать. Хотя нет, да, надо сразу атаковать. Нет, да, блин. Атакуем, короче, мы сразу. Стоять здесь никакого смысла нету. Я не вижу. У них арты полно, они нас перестреляют. И если мы даже будем перестреливаться сначала артой, они ее уничтожат, а потом уже возьмутся из-за войска. Надо бежать под обстрелом, навязывать ближний бой. Контролировать придется огромную просто армию. Я все это буду делать опять без пауз, безо всяких. Паузы для слабаков. Начинаем. Шанс не такие уж и прям у нас великие, я бы сказал. Стреляем. Букву. По ним. Ну и что, идем. Идем, накатываем биомассой. Будем пытаться завалить их таким вот образом. И обойдем с тыла. Подкрепление у нас не входит, а оно не войдет, пока наша армия не погибнет. Как у нас ускорился, чувак-то. Бежит просто как спринтер образцовый. Кстати, пушки фукусятся по нему. Так, сейчас пока и побегаем. Ну вот, начали по стрелкам долбить. Стреливаем их войска. Смотрим, как они среагируют на то, что мы их атакуем с фланга. Есть хоть шанс навязать сразу ближний бой их арте. Жертвусь волками. Победа кроет нам небывалые возможности. Но, к сожалению, она еще должна создается. Готовься, галло. Будьте. Готовься, мама! Готовься! 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 Х�-с! Футсийг! Гит-с! Готовься! Удивучая! Это круто! Ну что ж, попадаем, валим, 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 валим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! Мне лучше, чем смерть! И вот он опять бой двух титанов, правда, теперь уже Торглем окружён орками. Всё то же самое, только наоборот. Значит, не Торгрим, а Унгрим. Вином за ракеты, но... без титанов на лотову. Вот, Агрим Гор. Ну и он отсюда не вырос. Здесь его и в ул. Героически сражается, но сейчас его заблю. Вместо одного орка приходит ещё десяток. Удается не то, что он там бежит. Да, всё, здорово. И победа сразу. Незначительная победа засчитана, потери, значит, были. Ну да. Потери в армии Вакха как раз были. Ну, мы её сливаем, как мясо. А у Гримгор 429. Третья армия даже не потребовалась. Ух ты. 9600 получаем от разорения. Какие вот так богатства они здесь накопили. Ну и забираем. Третья армии. Третья армия. Эта магия реальна. Теперь они увидят. Начинаем сразу здесь строить экономические здания. Нам надо улучшать свою экономику. У нас есть ещё один вак. Не забываем про это. Этот восстанавливается. Хорошо. И надо бы идти, я думаю, на столицу гномов. Это самый подходящий момент. Хотя у них 8 городов. И по-прежнему, смотрите. Баланс сил в их пользу. То ли Вакх не учитывается. То ли у них просто дохренища армия где-то ещё бродит. Мы уже с Вакхом сходили. Но тогда у них был гарнизон в столице. Сейчас там вообще ничего нет. Да. И вряд ли мы сможем захватить обычной вакхской армии. Эти селения. Узлы на башке. Города у них находятся где-то далеко. Кстати, кто-то осаждает. Смотрите-ка. Город называется. Дринго Ракас. Наверное, это Кривой Месяц. Со своей ордой там бродит. Ракозула. Улучшаем сразу орчу сторожку. Улучшаем карак дроне гору блестяшек. Ещё увеличить нам доход. В принципе, тысячу есть. И у нас 50 тысяч, считайте, в казне имеется. Будет сейчас ещё больше. Нам надо объединить провинцию. А для этого захватить придётся Барак Давазбак. И потом конфедерацию заключить. А можно даже её заключить сразу. Мне кажется, уже сейчас. С... Или ладно. Захватим сначала Барак Давазбак. Давайте-ка мы это с вами и провернём. Уявляем войну. Ну, за чувствами у нас эти отношения-то ухудшаются. И, может быть, конфедерацию это стоит провести... Сначала с ними. А то потом откажутся. Давайте, делаем конфедерацию. Шанс высокий. Теперь игра достали нашими. И без захвата мы сможем легко ими завладеть. Точнее, мы уже ими завладели. Здесь у них есть порт какой-то. Даёт нехилый такой доход. И при этом ещё и рост с 20. Улучшающий общественный порядок. Постройки две хижины вожака. Но, наверное, две нам не нужны. В док Карази пускай будут казармы. Но я снесу вот это вот здание. Плюс мне не нужны, пожалуй, пацаны на вепрях. Паучьи наездники тоже пока не нужны. Это тоже мы снесём. Казармы улучшим. Так. В барак варе мы можем строить какие-то новые строения. Это у нас рвы. В личные боеприпасы для башен. А здесь можно улучшенные осадные, точнее, оборонительные сооружения строить. Дисциплина плюс 2 в осаде. Шанс успеха 10 вражеских агентов минус 10 процентов. Время сопротивления в осаде плюс 1. И даёт такой нормальный гарнизон. Мучу денег потратили, но это деньги, потраченные на благо. А вот теперь мы можем проатковать вот этих вот господ. Объявляем войну. Не убегают. Пофигу на них, забираем город. Это расчёт. Грабить не будем, оккупируем. Мало денег. Вот, у нас полностью теперь, как бы, объединённая провинция. Мы сможем здесь издать какой-нибудь эдикт. Надо бы их добить, а то сейчас будут бегать гадить. Направить на них ваг недобитый. У них вот есть ещё башня каменной шахты. Там они могут нанимать войска гипотетически. Тут надо бы улучшить гарнизон и док карась построить тоже стену. Чтобы у нас такая оборона была круговая. Так, 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 так. Здесь мы пока сидим. Давайте сделаем один ход. Посмотрим, что да как, да серию завершаем. Мастер защиты. Кстати, защита в ближнем бою у Гримгора довольно хреновая. Надо бы улучшить. О, кстати, вот этот хороший перк преследования. Шанс обнаружения соседних вражеских армий плюс 7%. А, да, пардон, мы можем же и сдать эдикт. Мы можем и сдать эдикт на рост. Либо на деньги. Давайте сдадим, наверное, на деньги. У нас, кстати, очень хреново все по армиям. И хаос очень близко от нас. Смотрите-ка. Почти вплотную подошел к нашим землям. Что-то я не врубился. У нас такое ощущение, что увеличилось количество армий. А, вот чего. О, кстати, тут... В горе гром шла армия. И мы можем теоретически взять ведь этот город. Авторасчетом, правда, но взять. А можем ее распустить. Не хотелось бы здесь сближаться. Здесь еще жуба рядом. В общем, короче, мне кажется, от этой армии лучше избавиться. Вообще нафиг все распустить. Давайте-ка мы все это добро распустим с вами. Командир свалит отсюда самостоятельно. Наберем мы те войска, которые нам нужны. Да. Сразу доход у нас возрастает. А ты, чувак, отсюда уходи. Есть очень большая еще опасность захвата этих поселений, что на нас сразу сагрится и вампиры, и хаос. И они нам объявят тут же войну. Этого нам не нужно, естественно, в данный момент. Так, вак, атакует и нормально добил. Ваши военные успехи вселяют ужас в сердца врагов. Мудрейшие из них уже поняли, что судьба на вашей стороне, как я и предсказывал. Ты, а я это предсказывал. Я сказал, что это еще не конец кампании. Казна плюс 4000, плюс 1000 благодаря всем целям. Мы выполнили условия, захватили кучу городов. Так, у нас тут налет был. Теперь нам надо захватить 10 поселений, либо разорить, либо разграбить. Здесь 6000 тогда мы получим. Захватим со временем. Возрастает у нас наша казна, уже 1800 доход. Сейчас будем нанимать постепенно третью армию. Постепенно будем нанимать третью армию и развиваться дальше. Док Карас. Строим здесь блестяшки и улучшаем гарнизон. Общественный порядок. Общественный порядок довольно хреновый здесь. Тут разные события. Сложность, налеты, скверна, нестабильность провинции. Постепенно, я думаю, мы его восстановим. Постепенно. Тем более, тут хижина вожака строится. Больше пока я не буду их возводить. И этого хватит. Но, да. Сидит две армии, тем не менее, общественный порядок в минусе. Мне это не нравится. Постепенно расширимся. Но не сейчас. Давай, чувак, через горы. Горными тропами, козьями. Как-нибудь можешь отсюда уйти вообще? Нафиг. Да что-то он как-то не больно... Быстро уходит. Ну, пойдем подземными путями. Заодно разведаем что да как. Делаем еще один ход. Оба лака как бы можно направить сейчас, наверное, на их столицу. Но они не смогут проотковать безосадных сооружений. Вообще, примут ли они это? Опа. А это еще что такое? Вы чувствуете? Оно идет с севера. Щупальцы хаоса тянутся на юг, оскверняя землю. Следом за ними идут воины разрушения. Мы должны готовиться к грядущей войне. Но кто же объединил враждующие племена? Что за могущественный воитель? Мой господин, грядет конец мира. Навеки избранный Архаон, властитель последних времен, вернулся в мир во главе бесчисленной орды хаоса. Готовьтесь к последней битве! Да неужели? Мало того, что хаоса было и так много, а тут еще пришел и Архаон. Со своим этим властителем перемен. Прелестно! Еще две элитных армии. Бродяги, либо миграция. Наверное, лучше пока покорность обеспечить. У нас и так без этого проблем здесь хватает. Минус три в Баракваре. И когда это еще все дело разрулится, тоже до конца неизвестно, когда мы выйдем в плюс. У нас еще появилась гора Сквегорок. И вот здесь вот нам не нужны казармы. Нам бы здесь лучше построить пока что сторожку. Хотя с другой стороны. С другой стороны. Ну да, мы не наймем здесь даже пока четких пацанов. Сносим. Сносим это здание. Потом, может быть, построим, чтобы в столице не делать казармы. В Карасакараке, когда мы ее возьмем. Атаковать надо. Атаковать надо сейчас гномов. Проблема вся в том, что у нас вон с юга другие гномы Караказул захватили у узлов на башке город. И теперь они могут на док Карас запросто напасть. Гарнизон там увеличится, но пока еще стены нет. Мы сейчас уйдем. У них будет очень соблазнительный такой шанс. Но с другой стороны, мы сможем у гномов смять столицу, захватить здесь толпы Грунгни. И полностью объединить тоже это все под нашим контролем. Это было бы не лишним. Не знаю, сможет ли он перепрыгнуть дальше, но попробуем. Чтобы ускорить перемещение армии по горным путям. В общем, от хаоса ждем дополнительных неприятностей. У гномов по-прежнему сил больше, чем у нас. У Азула тоже. У Хирна примерно 50 на 50. Нас чуть больше. Ну, у Норна меньше, чем у нас сил. Хотя всего одна провинция и нормально. Практически столько же армии, сколько у нас. У вампиров 6 провинций. Скиллинги 11. В Арге 8 поселений. Но армии нету. Да, зачем им армии нужны? Какие-то бьерлинги появились. Это у нас, кстати, по-моему, тоже хаоситы. Это у нас хаоситы. Узлы на башке почти уничтожены. Одна провинция. Всего лишь у Империи 2 провинции. Баланс сил хреновый. Воины хаоса вторые. А на первом месте у нас... На первом месте вампиры. Ну, вот такая вот ситуация, в общем, в мире. Свою ситуацию мы поправили. В следующей серии атакуем Караса-Карак. Забираем вот эти вот города себе. Тут все отстраиваем, застраиваем. И дальше готовимся к войне с Караказулом. Надо забирать будет себе весь юг. Если мы его заберем, то считайте, что... Ну, большинство проблем у нас будет выполнено... Решено. Большинство целей выполнено. И, соответственно, придется разбираться с хаосом. Хаосом и людьми. Естественно, за одну серию мы не победим Караказул. Мы не победим гномов. Может быть, вот здесь мы разнесем у них достроение. Но дальше я не пойду на север, ибо мы там столкнемся с хаоситами. Чем пока мы меньше с ними будем контактировать, тем лучше. Займемся гномами на юге. Я думаю, что это будет лучшая тактика пока на данный момент. На этом моменте предлагаю серию закончить. Если она вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной, на дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.